Знаете, какое одно из важных правил при влюблении мужчины? Мужчина должен ждать ваших смс-сообщений, вас на свидании, должен ждать, а чего же от вас ждать, собственно говоря, хорошего или плохого, чтобы он постоянно думал, так, а что мне от нее ждать, а ждет ли мне еще, ответит ли она мне снова, чтобы мужчина о вас думал, потому что когда мужчина ждет, он думает о вас. Например, вы опоздали на свидание, и вы должны, конечно, показать ему то, что он вам как личность интересна, и вы его уважаете, но как мужчина вы к нему ноль внимания. Например, вы опаздываете, едете на маршрутке, маршрутка упала в пробку, мужчина ждет, и вы ему пишете, боже, как неудобно получается, ты меня так ждешь, так неловко. Мужчина чувствует свое превосходство, она ко мне хочет ехать, она ко мне хочет прийти, но в то же время вы опаздываете. И, конечно же, это время мужчина не думает о футболе, не думает о работе, не думает о друзьях, а думает только о вас. То есть нужно давать ему больший повод думать о вас. У меня был случай много лет назад, познакомилась с парнем, и мы договорились, что встретимся с ним на свидание. И как получилось так не очень хорошо с моей стороны, я пошла в гости к подруге, забыла свой мобильный телефон. А мы должны с ним были встретиться, а времени и мести мы не договорились, предварительно, что встретимся в воскресенье. И я уже вспомнила о том, что я забыла у нее свой телефон, когда практически подъезжала к себе домой. Ну, думаю, ладно, что же делать. Я поехала на работу в понедельник, и подруга знала мой рабочий телефон, позвонила мне, говорит, слушай, там тебе один парень какой-то звонит, подписан так-то, так-то. Я говорю, о, слушай, дай мне, пожалуйста, номер телефона позвоню. Она мне продиктовала, и я позвонила к нему на мобильный, извинилась, говорю, так и так, телефон забыла у подруги. Я думала, он мне сейчас накроет трехэтажными матами, или, ну, то есть я себе уже представляла самое страшное. Но, к моему удивлению, он так был рад, спасибо, что ты позвонила, спасибо, что предупредила. Да, я понимаю, всякое бывает, но такое свидание было самое лучшее в моей жизни. Я когда приехала, он меня ждал, мы пообщались, вообще мило побеседовали, здорово было. Почему так произошло? Потому что он ждал, он пережил весь вечер, не мог ко мне дозвониться, и у него же мысли были, что я не хочу с ним общаться, и тут, отчуда, я появилась, да еще и с извинениями. Так вот, когда мужчина вам пишет сообщение, не спешите ему отвечать, пусть подождет, потому что если вы сразу ему отвечаете, значит, он будет думать, что вы ничем не заняты, только думаете о нем, только ждете его сообщения. Позвольте ему подождать, дайте ему понять, что у вас есть другие, более важные дела. Кстати, если вы хотите влюбить своего мужчину в себя навсегда, то у меня есть курс по влюблению, который я недавно разработала, и каждый из вас может стать участником, что значит участником, может влюбить своего любимого мужчину. Если вы познакомились недавно с кем-то, либо вы встречаетесь, либо мужчина стал от вас отдаляться, то он есть, то его нет, пропадает, в таком ситуации, правда? И вы можете воспользоваться моим платным курсом. Стоимость его 6 тысяч рублей, либо 2800 гривен, или 100 евро. Но первые 20 человек получат акцию 50% скидки. Это не 6 тысяч рублей, это всего лишь 3000 рублей, это 1400 гривен, либо 50 евро. Напишите мне на Viber или на WhatsApp. Телефон вы сейчас увидите после этого видео, подождите буквально несколько секунд, либо внизу в описании к данному видео вы найдете контакты, и вы со мной свяжетесь. Что входит в этот тренинг, в это обучение? Две часовые консультации, также доступ к платным аудио, видео, текстовым материалам. Готовые шаблоны смс-сообщений. Вам не нужно будет ничего придумывать, все придумала за вас я. Также мы с вами будем на связи. Если вы не знаете, как ответить мужчине, не знаете, что ему сказать, что написать, я буду вашим помощником практически круглосуточно. С вами была я, ваша Наташа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова